здравия всем друзьям и представляю вашему вниманию мой дендробиум ладигези он у меня в этом месяце процветет вот вторым цветочком такой цветочек 2 сейчас у нас 19 сентября 22 года в этом месяце в сентябре он процвет мне вторым цветочком вот такое растение довольно крупная у меня есть видео о первом его домашнем цветение постараюсь сделать ссылку на него вот заходите смотрите в общем с той посадки я его перевалила перевалила в емкость аналогично но без дырочек убрала все подпорки убрала кока волокно не понравилось мне сухо ему вот все-таки у меня очень жаркий климат и очень длинная боль бы вот так вот как видите я его притягиваю потому что бульбы на концах выпускают корни вот вы видите да корешки на кончиках бульб сформировавшихся начинают расти следующие бульбы не опускают корешки вот такая вакханалия а все почему все потому что в принципе дендробиум ладигезий это блочник а еще лучше это корзиночник то есть самое лучшее идеальная ему посадка это корзинка или широкий блок куда можно притягивать эти бульбочки с корнями или там с половинки кокоса в общем варианты есть разные и конечно когда повлажнее ему нравится когда сам климат более влажные влажность воздуха повыше единственное чего я не могу понять почему он у меня цветет так плохо в принципе же уже зацвел да вот хотя и не в сезон он считает зацвел в сентябре по идее должен он свести весной март апрель май но почему-то вот у меня один за другим с разницей в неделю два бутона с разных бульб процвело у меня в сентябре тем не менее даже этому довольно растение взрослая хорошо себя чувствует отсыхающих листьев нет хотя лето было жарко и первая неделя сентября 1 2 неделя сентября было просто ужасающее самое жаркое в этом году у нас было 45 градусов в тени и 22 ночью было очень жарко очень сухо 20 процентов влажности в общем всю неделю целую неделю был бы такой вообще экстрим экстрим тем не менее чувствует он себя хорошо поливая его внутрь как как любое горшечное растение домашнее как любой домашний цветок вот так он выглядит с этой стороны как-то побольше зеленый бульбочек у него с этой стороны как-то побольше уже без листьев вот эту бульбочку только что я притянула чтобы она как бы развернулась больше к свету вряд ли она развернется но может хотя бы следующая вот это уже молодая будет расти куда-нибудь в другое место вот на примере этой бульбы вы видите как он пускает корни то есть не только от этого места где у него растет не только отсюда где у него растет новая молодая бульбочка но и вот здесь и вот здесь посередине то есть он укореняется довольно хорошо как бы сам сам по себе и воздушные эти корни и всякие в принципе как бы такое если у вас высокая влажность воздуха даже в жару то по идее это растение не должно быть прихотливым в ваших условиях он у меня ну не сказать чтобы болел но чувствовался с переменным успехом пока я его не посадила вот так вот чтобы в корнях основной массы бульб всегда была влага и тогда у него начали расти такие длинные уже бульбы налитые меньше он сбрасывает листвы хотя это нормально для него сбрасывать листья вот есть полностью голые бульбы у него их много и они старые как бы еще те с которыми наверное я его покупала или самые первые но тем не менее и прекрасно он сохраняет листву на многих бульбах вот такое растение вот такой цветочек вот такая красота дендробиум ладигей заходите на мой канал ставьте лайки подписывайтесь всех люблю целого мирного неба над головой берегите себя берегите своих близких всем здоровья и любви пока пока